Встать! Суд идет! ...выкладываются в соцсети, они только используются в целях вашей защиты, защиты участников процесса. Вы, пожалуйста, ознакомьтесь с этим пунктом статьи. Еще раз, давайте начнем с вашей фамилии. Вы секретарь суда, ваша фамилия какова? Я заведующая канцелярией Алматинского суда номер 2. Так, а ваша фамилия? Семиютина. Семиютина. Ага, имя, отчество? Елена Анатольевна. Так, очень приятно. Меня зовут Танирберген Бердангар. Сейчас мы о каком судебном процессе ведем речь? По делу Шамелова вы участвуете? По делу Шамелова процесс закончился. Ну, законченный процесс вы выкладывали в судебное заседание в соцсети? На данный момент пока еще нет, но собираюсь. Ну, вам известно о том, что это запрещено делать, выкладывать в соцсети. Вы только аудио-видео фиксацию судебного заседания можете использовать в целях самозащиты. Используется только в целях судопроизводства запись. Я точно на фиксирование хода судебного разбирательства. А вы на какую статью ссылаетесь? 347, часть 1, пункт 4, УПК. 347, УПК. Вопрос такой. Вот СМИ, когда присутствуют на судебных заседаниях, они с разрешения судьи выкладывают не только в соцсети, но и транслируют у себя на телевизионных каналах. Они на какую статью опираются? Я вам звоню о том, что вам предупредить, что... Нет, я понял. Вот сейчас, допустим, если речь шла о том, что публикация была в социальных сетях, СМИ публикуют с разрешения председательствующего. Значит, они на какую статью опираются? На них это, получается, УПК не распространяется? Распространяется на всех участников, которые находятся. А как же тогда мы с вами наблюдаем ежедневно в новостях судебные процессы, как это видео попадает в сеть? В новостях только оглашение судебного акта, а сам ход процесса... Нет, там ход процесса, там обвиняемые, там выступления, сторон, полностью все. Мы с вами видим это в социальных сетях и в СМИ. Я вам звоню, чтобы разъяснить. Я понял. Вот сейчас я тоже у вас интересуюсь. Вы же мне разъясняете, да? Я у вас интересуюсь. Как видео с суда попадает в сеть и в СМИ? В СМИ попадает оглашение судебного акта. Не только. Там мы с вами наблюдаем и прения сторон, и выступления сторон. То есть все это мы видим с вами ежедневно на телеэкранах. Как это попадает на экраны? Канниберген Маратулой, я по поводу вас, я не хочу все, что в мире происходит, в республике обсуждать. Я просто по поводу вашего позвонила вам сообщить. Вы мне звоните разъяснить. Я уточняю вас. Вы же мне разъясняете? Я хочу уточнить у вас, как это попадает в СМИ. Ну, я на ваш вопрос не могу ответить. Почему? Извините, наш разговор закончен. Я вам по поводу вашего позвонила, а дальше уже. В смысле? Вы же мне звоните разъяснить или только УПК на меня распространяется, а на других граждан Казахстана нет? Извините, я не могу больше говорить. Почему не можете? Вы же звоните мне разъяснить, так? Ну, я вам что хотела сказала, вы меня выслушали. Нет, нет, давайте так. Мы же как бы не обвиняемые и сторона суда. Вы же не судья, чтобы меня затыкать. У нас с вами равноправный диалог двух граждан республики Казахстан. Вы звоните мне с целью разъяснения. Я у вас уточняю. Вы же мне разъяснять звоните. Я у вас уточняю, как видео суда попадает в сеть и в СМИ. Таниберген Мора Тулы, вы извините, пожалуйста, я с вами разговор заканчиваю. До свидания. То есть такие у нас суды, да? Понял. Я вас предупреждаю, видео нашего с вами разговора попадет господину Асанову на стол. На протяжении всех этих лет мы проводим реформы во всех сферах. Однако вопросы деятельности правоохранительной системы всегда сохраняют свою актуальность. А там дальше будем разбираться, почему на одних статья ОПК влияет, а на других нет. И по поводу компетенции руководителя канцелярии Алматинского суда номер два будет также поставлен вопрос. Сейчас же все факты должны регистрироваться в обязательном порядке. Прокуратура, как надзорный орган страны, должна более тщательно контролировать ход реализации пяти институциональных реформ и послания народу Казахстана. Ну, я вам на ваши вопросы не могу ответить, поэтому... Ну, а зачем вы тогда мне звоните, если вы на мои вопросы не можете ответить? Вы хотели повествовать в одностороннем порядке? Остальное я вам не могу... Вы нарушаете кодекс чести государственного служащего. Вы хотели повествовать в одностороннем порядке. Вы привыкли так делать с теми, кто обвиняется в судах. А для того, чтобы позвонить, как между двумя гражданами сложился диалог, я вот как избиратель, как рядовой гражданин у вас интересуюсь, как у госслужащего. Допустим, вы мне разъяснили одну часть статьи. А как, допустим, ее реализация происходит на территории Республики Казахстан? Почему по отношению к одним законы применяются, а к другим нет? Скажите мне. Ко всем же применяются... Ну, мы с вами вот сейчас включим новости, и там будут видео с судебного заседания. И прения, и общения, и все. Там даже крики, и шумы, все это с судебного заседания будет и в сети, и в СМИ. Почему, допустим, им можно, а мне нельзя? В твоей очереди, там тоже будут приниматься меры. По всем прецедентам в Республике Казахстан? По всему миллиону прецедентов? Я не могу на эти вопросы ваши ответить. Понял. Тогда будет поставлен вопрос о вашей компетенции как государственного служащего. Ну, хорошо, ладно. Ага, до свидания. До свидания. Поручил перевести уголовные и административные процессы на цифровой формат. Это сделает процессы быстрыми, прозрачными, и самое главное, минимизирует нарушения прав людей, вовлеченных в орбиту уголовного преследования. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Ага! Ага!